Привет любителям шашек! Продолжаем смотреть партии из книги Шашечные партии белорусских мастеров Смотрим партию номер 48 Белкин-Белиевский Смотрим на диаграмму 16-й ход белых Здесь белые пошли ЖФ4 Авторы пишут, что этот ход ведет к проигрышу А следовало отвечать ЕД2 И на любой ход Допустим ДФ7 Размин назад Вот эта позиция, что на диаграмме Встречается Не только в этом дебюте В котором они разыграли Это двойной кол Но чаще всего она получается Из дебюта жертвы Кукуева И встречалась неоднократно в партиях Бросится ход СД2 Чтобы не давать всех этих ходов На правом фланге черных И дальше вот такой форсированный вариант Идет Нападать нельзя из-за комбинации ФГ5, ФГ6 Напали, закрылись И чаще всего Партии, в которых эта позиция встречалась Заканчивались следующим образом Побили Пошли Напали Пошли Пошли в дамки И ничья Здесь хочется отметить Еще одну возможность Здесь допустим Можно пойти сюда Чтобы на этот ход поменяться И здесь на размен ФЕ3 И здесь вот это продолжение ведет к ничьей Форсировано ФЕ7 Поменялись назад ФЕ6 ФГ6 ФГ3 И Прорыв дамки и ничья А вот сюда допустим Нельзя ходить Потому что Тут оппозиция уже В пользу белых И здесь Черная партия проигрывает Ходов нет После же хода в партии ЖФ4 Возникла очень Интересная позиция То есть черный ход СД6 Грозит комбинация Ушли, АБ4 Надо сюда ходить ДЦ3, сюда И ДЕ7 Позиция тоже встречалась в турнирной практике Даже у меня один раз Игранная дебютом жертва Кукуева Но в этой партии Белые очень красиво проиграли Они здесь пошли ошибочно ФЕ3 И на ЖФ6 и Ф4 последовала неожиданная жертва шашки И сюда Жертва двух шашек Показывается на такой ход Черные просто отдают И белым некуда ставить дамку Ни ЖФ8, ни ЖФ8 нельзя А надо было здесь ходить ДЕ3 И здесь допустим ЖФ6, ЕФ4 Нужно делать Вот эту жертва шашки ФЕ5 Размен Пустим черные здесь ходят ЕД6, тогда белые нападают На ФЕ5, ФЕ5, ФЕ3 И на этот ход проводят стандартную комбинацию в подобных позициях И ничья А на этот ход Такая интересная идея Надо отдать шашку и потерь ЖФ5 Такая подобная жертва встречается довольно часто Теперь на этот ход черные просто проиграют Потому что белые вот так вот запрут И все Ходов нет На этот ход Допустим сюда Надо напасть Сюда Побили Дамка И сюда Черные выигрывают шашку Но это позиция ничейная Если же черные не ходят СБ2 А допустим ЕД6 Сразу дают ничью Вот такая Микро комбинация 2 на 2 Тут ничья Ну и последняя возможность Это Сразу пожертвовать И поставить дамку Она сводится к тому Что уже было То есть Белые закрывают ЕД6 мы уже смотрели ЕФ6 Тоже дает ничью Во все стороны ничья Этот ход не проигрывает А получается Довольно интересная игра Следующая партия Это партия номер 49 Козлов-Шавель Белые разменялись АЖ3 И побили на Ж3 В тексте к этому ходу Стоит два вопросительных знака Александр Савинук Который прислал мне Данное уточнение Считает Что Вот эти два вопросительных знака К ходу АЖ3 Стоят незаслуженно По двум причинам Во первых Здесь ходить плохо АЖ7 Из-за ЦБ2 О чем писал еще Дмитрий Лонд До появления партии Михеева Во вторых После БЦ7 ЦБ4 ЦБ6 Это то что было в партии Можно Вот так Отдать шашку Напасть И после Вот таких вот Разменов ДЦ3 Выигрыша у черных нет Ввиду Слабости Вот этой шашки АЖ8 Следующая партия Это партия номер 50 Динерштейн Белкин Здесь белые могли быстро выиграть Поставить дамку на Ж1 Черные играют на Д8 И на Ф2 И черные здесь вынуждены Отдать шашку Потому что Нельзя ходить Дамкой на 5 Из-за вот такого маневра Отдали Отдали Сюда И побили Это уточнение Мне прислал когда-то Юрий Кириллов На этом все Всем спасибо Пока На моем канале Много других Шашечных видео Подписывайтесь Нажимайте колокольчик И тогда вам будет приходить Уведомления О новых видео Субтитры сделал DimaTorzok